Дорогими здесь могут быть только покупатели. В Бобруйске открылся магазин низких цен. Настоящий рай здесь и для сладкоежек. Что в ассортименте? Дым до небес. На кирпичной горел дом. Спасатели напоминают о важных правилах, которые нужно соблюдать при эксплуатации печного отопления. Опасная беспечность или стечение обстоятельств. Эхо галантной эпохи. Во Дворце искусств прошел Сретенский бал. Такое эстетическое воспитание молодежи, воспитание какого-то культурного вкуса. Как это было. А также коллективная безопасность, спасательная миссия и современный плейлист. В Беларуси запустили национальный радиоплеер. В чем суть сервера? Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Президент провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ. Имманголит Тасмагамбетов впервые посещает Минск в новом статусе. Должность перешла к представителю Казахстана в январе. Беларусь приняла председательство в период системного международного кризиса. Поэтому предстоит решить много вопросов. Основополагающая задача – повысить сплоченность государств, членов ОДКБ. Снизить уровень напряженности и урегулировать противоречия между ними в целях укрепления самой организации и обеспечения безопасности. Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся – ничего подобного. Так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально вот оно завтра, когда это время потребует определяться. Занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать. Я предлагаю, предполагаю, наверное, и ваш опыт к этому подталкивать вместе. Вместе всегда проще и легче. Что касается внешнего контура, то здесь Беларусь нацелена усилить роль и значимость ОДКБ в системе международных отношений. Еще одно направление – укрепление военной составляющей. Отопительный сезон в самом разгаре. Накануне на Кирпичной произошел пожар. Днем в начале 4-го полыхнул частный дом. Из-под крыши вырывались клубы черного дыма. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и укротили пламя. Обошлось без жертв. Пострадало лишь имущество. Обуглены стены и стропила. Причина ЧП устанавливается. Спасатели напоминают о важных правилах, которые нужно соблюдать при эксплуатации печного отопления. Это не перекаливать печь, не использовать легко воспламеняющиеся жидкости, не доверять растопку печей детям, ну и, конечно же, использовать исправную печь без трещин и при наличии притопочного листа у печи. За минувшие сутки в Беларуси на пожарах погибли 4 человека. Столько же жизней огонь унес в Бобруйске и районе с начала года. Предстоящие выборы, гастрономический форум и деревообрабатывающая продукция. Январь стал рекордным по поставкам пиломатериалов. Какие показатели? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Предстоящие выборы пройдут в традиционном формате. На цифровизации избирательного процесса ЦИК уже работает. Однако для начала нужно создать вместе с МВД регистр населения. Первый день на день голосования состоится 25 февраля 2024. По обновленной конституции ВНС должно собраться не позднее, чем через два месяца после этого. Поэтому крайний срок 25 апреля. Продолжается белорусская спасательная миссия спецотряда «Зубр». Содействие оказывают и наши депмиссии. На родину удалось эвакуировать уже шесть граждан. Синёкая, напомним, направила в Турцию и Сирию гуманитарную помощь. Медикаменты, теплую одежду, палатки, одеяло и еду. Красный Крест тем временем открыл сбор средств. От землетрясения, по последним данным, погибли свыше 33 тысяч человек. В Беларуси подвели итоги участия в международной выставке «Продэкспо-2023» в Москве. Практически ни одно отечественное предприятие не осталось без наград крупнейшего гастрономического форма. Из компании «Молочной продукции» абсолютный лидер по количеству побед бабушки на крынке. Холдинг завоевал 43 золотые медали. Январь стал рекордным по поставкам пилом материалов, экспортированное 68 тысяч кубических метров. В прошлом году ежемесячный объем не превышал 67. Остаются сложности по реализации пилет. Для этого планируется переосносить некоторые котельные. Внутренний рынок по-прежнему полностью обеспечен продукцией деревообработки. В Беларуси запустили национальный радиоплеер. Достаточно скачать приложение или зайти на сайт. И перед слушателем 31 волна. От классики до шансона. В том числе и Zephyr FM. Сервер позволяет отфильтровать по интересам, познакомить с новым и добавить в избранные любимые эфиры. В скором времени здесь соберутся 44 радио со всех регионов. Пора за покупками. В Бобруйске открылся еще один магазин низких цен. В «Маяке» на Гагарина 45 можно приобрести более полутора тысяч наименований качественных товаров. Бакалею, молочку, рыбу и бытовую химию. Удобный вариант брать оптом. Что почем узнала Карина Гуревич. В Бобруйске открывается шестой магазин «Маяк». Покупатели в предвкушении. Через считанные минуты долгожданный дискаунтер распахнет свои двери. Уже по традиции напутственные слова, красная лента и громкие аплодисменты. Желаю вам самого шикарного взбороборота, хорошего коллектива, самых отзывчивых и самых хороших вам покупателей. Мне нравится, что вы паскидываете. Ура! Дискаунтер предлагает свыше полутора тысяч наименований продукции. Большинство – белорусских производителей. Все товары по максимально низким ценам. Качество при этом гарантировано. Перловка стоит рубль, гречка – 2,29. Макароны и вовсе от 99 копеек. Широкий ассортимент также чая, кофе и напитков. Настоящий рай здесь и для сладкоежек. Печенье, вафли, леденцы, конфеты с начинкой на любой кошелек. К примеру, шоколадка «Аленка» белорусского производства обойдется в 2 рубля 29 копеек. А зефир красного пищевика – в 2,15. За непродовольственными товарами тоже в маяк. Салфетки, бытовая химия и кухонные приборы. Есть даже фены и электробритвы. Берите тележку, не ошибетесь. Для удобства покупателей предусмотрены широкие проходы между рядами. Магазин рядом с домом. Очень хорошие цены. Я буду сюда часто ходить. Очень нравится. Все красиво, все свеженькое. Цены доступные. С чего набрала? И с салями, колбаской. Мама любит очень. Дочь Диана любит воронную колбаску. Еще не взяла. Еще похожу, погуляю. Буду ходить каждый день. Довольно, что под такой магазин. Я уже давно мечтала о таком магазине. Удобно тут закупаться оптом. Многие товары выставлены на поддонах и палетах. Доступные цены привлекают не только обычных покупателей, но и владельцев небольших магазинов. В маяке выгодно приобретать продукцию для дальнейшей реализации. Каждый покупатель может обратиться к сотруднику магазина, который поможет и подскажет, где лежит товар и поможет с выбором. Мы приглашаем наших покупателей в наш магазин «Маяк». Здесь вы можете приобрести продукты к праздничному столу, а также подарки к ближайшим праздникам для родных и близких. Новый «Маяк» на Гагарина, 45, работает ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Посетить магазины сети можно и в других частях города. Адреса на ваших экранах. Главное правило компании – дорогими здесь могут быть только покупатели. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. В Банковский кодекс Беларуси внесен ряд изменений. Теперь ограничены размеры штрафов и пений за просрочку выплат займов. Запрещено также устанавливать в договоре повышенные проценты за пользование кредитом, если человек не вернул средства в срок. Сокращенный список случаев, при которых финансовое учреждение вправе требовать досрочное погашение. Оно возможно не раньше, чем через три месяца. Ожидается, что новый кодекс исключит чрезмерную нагрузку на кредитополучателей. Когда на экспортном совете Банковский кодекс рассматривался, было очень много предложений от депутатов. Эти предложения основаны на обращениях наших граждан. Предложено еще раз посмотреть на эти подходы и усилить их с точки зрения защиты прав потребителей финансовых услуг. При угрозе безопасному функционированию банка и интересам его вкладчиков, с финучреждения взыскивается до 1% от размера нормативного капитала. Также мера применяется за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Сплав православной культуры и светской этики. В Бобруйске прошел Сретенский бал. На паркет вышли учащиеся воскресных школ, техникумов, их друзья, родители и просто желающие окунуться в атмосферу классической музыки. В репертуаре вальс, полонез, полька и кадриль. Об изяществе давно ушедшей эпохи Татьяна Горбач. 11-й Сретенский бал православной молодежи открывает король маршей Полонез. Строгая осанка, румянец на щеках и сдержанные манеры. Чувствуется этикет минувших дней близок к современному поколению, ничуть не меньше, чем гаджеты. Для меня этот бал очень важен, он имеет весомое значение. Упорно учили многие традиционные и другие танцы, такие как розовый рассвет, кадриль, турдион и многие другие. На паркете учащиеся воскресных школ, техникумов, их друзья, родители и просто желающие окунуться в волшебную атмосферу танцев. Само торжество приурочено к одному из 12 важнейших церковных праздников – Сретенью Господню и Дню православной молодежи. Сама концепция бала – это, прежде всего, такое эстетическое воспитание молодежи, воспитание какого-то культурного вкуса. Потому что мы чувствуем, что сейчас этого очень не хватает. Бал, музыка классическая, она, безусловно, воспитывает в молодежи самые лучшие внутренние качества, которые, наверное, были во многом утеряны. Но вот мы видим, сколько здесь молодых людей, это значит, все востребовано. Добрые традиции бала объединяют юных бобручан каждую зиму. Подыграс, хастел, шапилуаз, плюс разнообразные вальсы, польки и кадрили. В программе 26 танцев. Хореограф-постановщик Анна Гулидова. Неожиданно приятно в современном мире попасть на настоящий бал, как в XIX веке. Здесь можно насладиться изысканностью манер, почувствовать себя элегантной дамой в окружении галантных кавалеров и окунуться в атмосферу музыки и танца. Православная культура и светская этика сливаются воедино. На пять часов Дворец искусств наполняется красотой и изяществом давно ушедшей эпохи. Времени, когда понятия чести, достоинства и ценности соблюдения божьих заповедей почитались в обществе превыше всего. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!